Добрый день, дорогие мои друзья! Вы находитесь на канале Галина Коломейко Кройка и шитье. Я являюсь автором безликального метода кроя и уже более 10 довольно успешных печатных изданий по кройке и шитье. Итак, любое наше шитье начинается с тканей. И сегодня в очередной раз мы поговорим именно о них. Ну, я думаю, что как всегда я буду ближе к жизни и не буду вам рассказывать о вечерних нарядах, о тканях с люрексом, тканях каких-то с вышивками, с красивыми, с бусинками, с всевозможными, со стеклярусом, потому что ну, крайне редко любители шитья шьют себе, допустим, свадебное платье, хотя это тоже не исключено, потому что у меня бывали такие ученицы. Все-таки чаще всего нам нужна с вами одежда повседневная. И не просто одежда для дома, а одежда для того, чтобы войти в люди, сходить на работу, еще куда-то встретиться с друзьями. И поэтому говорим мы о более приземленных вещах. И говорим мы о тех тканях, которые нам нужны в повседневной жизни. И давайте вот посмотрим. Значит, я, как всегда, предпочитаю ткани одноцветные, потому что не устану повторять в очередной раз, что ткани пестренькие, они гораздо больше проигрывают против тканей однотонных. Если вы хотите выглядеть элегантно, вы всегда купите однотонную ткань. Тогда в ней можно выполнить какие-то интересные декоративные элементы, кокетки, драпировки, защипы, подрезы, кармашки. И все это будет видно. И это будет абсолютно не видно, например, вот в такой ткани. Вот в такой пестренькой ткани. Когда мы работаем с такими тканями, с пестренькими, то у нас наша одежда с вами в основном строится на форме. А форма достигается путем обыкновенных примитивных талиевых выточек и нагрудной или их отсутствия. И вот поэтому мне часто говорят, Ну как это кроить сразу на ткани? Да еще, чтобы было точно. Да элементарно кроить. Вот когда такие ткани у меня бывают в работе, когда ни одного шва не видно, я сразу все выточки и нагрудную, и таливую, строю сразу на ткани и не делаю для них никаких бумажных лекалов. Но вернемся к этой ткани попозже. Давайте и так мы начинаем обзор самых моих любимых тканей, тканей однотонных. Что это такое? Вот это вот корейская костюмная ткань. Посмотрите, какая она. Она лежит и совершенно не мнется. Я никаким утюгом не пользовалась, чтобы показать вам вот эти образцы. Как мы ее принесли из магазина, так она у нас и есть. Потянем ее поперек. Смотрите, поперек она тянется. И вдоль она немножко тянется. Значит, ткань это называется биэластичной. Посмотрите, какой хороший, спокойный, вот такой вот, ну, фисташковый какой-то цвет может быть. Я не знаю, как его назвать. Травяной какой-то цвет. Цвет пожухлой травы, да. Очень хорошая, на мой взгляд, ткань. Ну и что? Что она у нас ненатуральная. Потому что иногда вот эти ткани ненатуральные. Они нам, оказывается, для нас более практичными, потому что они не мнутся. Если их хорошо выполнить, отделать шовчики какими-то отделочными строчками интересными, то они очень-очень будут нами любимы. Вещи из таких тканей, потому что никаких хлопот с ними не будет. Но вы знаете, что каждый плюс имеет свой минус, поэтому надо выбирать каждый раз. Всем хорош никогда не будешь. У любой медали две стороны, у любой палочки два конца, как я шучу обычно. Вот посмотрите, тоже какая хорошая ткань. Написано, что это шерсть и вискоза. Ну, тем более, очень хорошо. Это у нас как бы джерси ткань, да. Это вязаное такое трикотажное полотно. Тоже очень хорошие практичные костюмы получатся у нас из этой ткани. Тоже смотрите, какой чудесный цвет. А если вы в одном костюме подружите два вот таких цвета, а в магазинах часто продается одного качества, разные цвета, посмотрите, какое может быть интересное решение этого костюма или платья, когда у вас дружат в одном костюме ткани компаньоны. То же самое хлопок и эластан. Посмотрите, какой цвет хороший. И как этот цвет хороший дружит вот с этим цветом. Ну, а так как вот это хлопок и эластан, это тоже трикотажное у меня полотно, да, то посмотрите, он мнется. Если вы видите в рулоне сразу ткани, которые лежат, и краешек у них вот так замялся, знайте, что у вас в одежде будет такая же история. Если уж не мнется ткань совсем, вот она наша, да, то она хоть как ее хранит, у нее не будет таких заменок. Это полиэстер. А вот эта ткань, она уже, пожалуйста, имеет вот такой вот эффект. Но, тем не менее, смотрите, для кого что важно. Почему я показываю, начала пока с трикотажного полотна? Да потому что, если вы стройненькая и худая, то это тоже очень красиво и хорошо, потому что вы можете разные драпировочки сделать, они будут у вас лежать великолепно, да. Если вы полненькая, то же самое трикотажное полотно, добавив вам комфорта. У вас будут, можно сделать узенький рукавчик, и в этом узеньком рукавчике, в высокой пройме, вам будет жить удобно, потому что ткань, видите, какая она тянется. И не покупайте очень тонкие трикотажные полотна. Надо, чтобы они были достаточно такими толстоватенькими, тогда наши гусеницы по бокам будут не очень видны. Вот такие ткани мне очень нравятся. Нравится вот эта ткань, хотя это и полиэстер 100%, и китае стоит она очень недорого, но, тем не менее, ее тоже можно порешать очень-очень интересно. Можно к таким тканям добавлять, давайте вот сюда переходим. Можно добавлять какие-то вот такие небольшие отделки. Значит, двуцветная ткань лучше, чем пятицветная и трехцветная. Понимаете? То есть вот два цвета, это уже не так трудно. Это уже более-менее интересно и хорошо. Значит, давайте поговорим конкретно вот об этой ткани. Это у нас вискоза. Вискоза, вы знаете, что это искусственное волокно. Вискоза у нас выполняется, делается из отходов древесной промышленности, то есть опилки, травят их какими-то кислотами, какими-то химическими материалами, и получается вот такое вот полотно. В данном случае оно выполнено в виде трикотажного полотна. Тоже тянется поперек, тянется немножко вдоль, тоже ткань очень комфортная и удобная. Многие очень любят вот такую вот, как я говорю, звериную расцветку, да, леопардовая, там, змеиная какая-то расцветка, может быть, и так далее. Ваш покорный слуга не приверженец таких вот расцветок, потому что для меня вот подобного рода расцветки, ну, где-то в глубине души кажутся каким-то вот носителем агрессии, что совершенно мне в душе неприемлемо. То есть я агрессию не принимаю ни в каком виде, ни в виде оправданий каких-то, ни в виде нападок на кого-то, ну, мне не подходит. Поэтому я не очень люблю такие ткани. Почему я вам ее сейчас показала? Потому что вот эта ткань прекрасным будет дополнением, как украшение, допустим, к черному однотонному маленькому платью. Если вы сделаете широкие манжеты из такой ткани, какой-то интересный воротничок сделаете из такой ткани, вы представляете, будет как хорошо. Не скучно, не надоедливо, это не белый воротник, который сразу нас отправляет к школьной форме какой-то, но будет довольно интересно. То есть вот такие вот тряпочки, посмотрите, вот еще одна у нас вот такая есть, да, черно-белая, вот такая вот отделочка, они всегда будут уместны на черном однотонном. Кто-то красное однотонное может вот сюда положить и добавить. Смотрите тоже вот как будет красиво, да, немножко какого-то вот этого цвета, да, и больше вот такого цвета красного. Тоже получится очень хорошо. Будет у нас три цвета в костюме, причем один представлен очень много его, да, и второй и третий представлены в разных количествах, но понемножку как дополнение, и вот это будет акцентом для этого цвета. Также акцентом может служить и наоборот. Вот такое вот изделие. Вы посмотрите тоже как красиво и как хорошо это смотрится, да. Также акцентом может служить и вот такое вот изделие. Вот такое вот по цвету решение. Но когда вы сочетаете в одном изделии, посмотрите тоже как графично и как здорово, это смотрится рядышком, да. То есть выбирайте всегда чего-то больше, а чего-то меньше, чтобы у вас было, не было поровну. Вот если вы сделаете одинаковую массу, допустим, давайте вот этого, да, и такую же массу одинаковую вы сделаете вот этого. Это уже будет не так интересно. Это будут яркие вот такие акценты, они могут делить вас пополам, будет эффект получаться двух квадратиков, в чем тоже не очень много хорошего, да. А когда вы делаете понемножечку, понемножечку, вот так, например, да, вот это, вот это тоже получается очень хорошо. Но вот так сегодня получилось у нас, что мы больше говорим о цвете, чем о качестве ткани. Но думаю, о качестве ткани вы тоже уже представление имеете. Давайте буквально несколько слов все-таки вернемся к этому. Значит, у нас все ткани делятся с корговоркой, хотя бы скажу, хотя про это постоянно напоминаю вам, на четыре больших группы. Первая группа, вы все ее хорошо знаете. Это хлопок, это шерсть, это шелк, это что, лен, да, это натуральные ткани, ткани, которые делаются из того, что растет, из того, что есть у нас в природе, да, эти ткани прекрасно дышат. Вы в них очень хорошо себя чувствуете. Они называются натуральными тканями. Минусом этих тканей бывает то, что они у нас, конечно же, немножко мнутся. Да, второе, вторая группа ткани. Вторая группа ткани называется у нас искусственные ткани. Ярким представителем искусственной ткани является вискоза. Вот, пожалуйста, состав волокон вискоза. Мягкая, удобная, хорошая. Здесь добавлен эластан, и поэтому вискоза не мнется. А вот когда эластана не добавлена в вискозу, она обязательно будет выглядеть очень мятой. Вы увидите это еще в рулоне. Не надо даже ее мять в ручках. Если вы увидели в рулоне краешки замятые, значит, там обязательно есть либо вискоза, либо хлопок. Мы вискозу тоже любим, потому что я уже рассказала, что ее делают из дерева, из отходов древесной промышленности. Третья группа ткани – это нефть. Это нефть, синтетика, все, что начинается на поле. Полиамиды, полиакрилы, поли-поли всевозможные, ну, все-все-все, неопрены, что сегодня еще, капроны, нейлоны, эластаны – это все нефть. Нефть, нефть и нефть. Если нефть, что это у нас полиэстер, пожалуйста, да? Ткань давнишняя, называлась она раньше масло. Она делается, конечно, из нефти, но потому, что они сделали ее таким образом, что она, посмотрите, все, что из нефти делается, оно совершенно не мнется. Посмотрите, как выглядит этот кусочек ткани, да? Совершенно не мнется вот это изделие. И мне очень нравится по расцветке. Посмотрите, какая чудесная, хорошая расцветка. Плюсы этой, хоть она и старенькая, эта ткань, и давнишняя на рынке, она будет к телу достаточно приятна. Да, в жару, в этом масле, ткань называется масло, она давнишняя, да? Но в жару в этой ткани будет вам жарко. Но вы не будете в жару носить вискозу, вот этот полиэстер, вы будете в жару носить вискозу, например. Но это тоже трикотажное полотно. Оно не мнется, оно комфортно. Можно делать узенький рукавчик, можно сделать маленькие объемы, и вам будет хорошо в этой ткани. А уж какие тут расцветки чудесные, милые, то это вообще. Вот эти краски называются сложный цвет. Посмотрите, вот это вот цвет как бы простой. Видите, какой он яркий и открытый? Вы можете точно сказать, это красный цвет. А какой вот этот цвет? Зеленый? Не совсем зеленый. Понимаете? Потому что оттенков зеленого очень много. Розовый? Ну да, розовый. Но тоже не розовый. То есть какие-то вот сюда добавлены другие цвета к открытым красным краскам. Например, вот этот розовый получается, если к красному добавить белого цвета, может быть, сюда еще что-то добавлено. И вот это красный теплый, а вот это гамма холодная. В холодную добавлено немножко синего. Белого и синего. Вот трудно различить иногда ткани по цвету. Теплая, холодная. Давайте теплую, холодную посмотрим. Вот это вот теплый цвет, оранжевый. Видите, желтенького много. А вот здесь, как бы, я думаю, что синенького немножко добавлено. И поэтому он кажется от холодного оттенка. Ну, это уже совсем надо очень сильно хорошо разбираться. Но факт тот, что вот эту ткань я хочу очень похвалить, несмотря на то, что она уже давно у нас на рынке. Что еще здесь из этой же группы? Вот это. Это тоже называется ткань масла. Вы посмотрите, какая она чудная. Какие интересные можно шить. Топики вот из этого масла. Да, безрукавочки какие-то. Интересные вещи. То есть, но только никогда не драпируйте вот эти ткани. Посмотрите, когда вы полосатые ткани начинаете как-то драпировать, ломать вот эту вот так вот полоску по-всякому, то не всегда она начинает выигрывать. Может быть, когда одна драпировка и в каком-то одном месте, это и будет хорошо. Но все остальное должно выглядеть так. Люблю вот такие ткани. Потому что из них очень много можно придумать интересных моделей. Интересных и сложных моделей. Что дальше у нас пошло? Разбираемся дальше. Это у нас костюмная ткань. Ну, клеточка. Семенами любимая клеточка. Давайте клеточку посмотрим еще вот здесь. Это у нас тоже клеточка. Это хлопок. Вот посмотрите, как мятая она выглядит. И вот этот хлопок, конечно, не лучший образец. С одной стороны яркая вот такая вот клетка. Она выглядит интересно, замечательно. С другой стороны, посмотрите, вот эта долевая нить. И вот этот рисунок напечатанный. Печать этого рисунка проходит не параллельно долевой. У точной, вернее, нити. Долевая это по кромке, а у точной нити идет вот здесь. Проходит не тут. И поэтому вам кроить будет сложно. Вам нужно будет выстраивать свое изделие по рисунку. А это нарушает ее точную нить. И в тоненькой ткани, вот этот тоненький очень хлопок, ваше платье может просто повезти. Вот в такой тоненькой ткани, почти прозрачной какой-то вот такой вот ткани, да. Видите, какая она прям прозрачная у нас идет. Вот я бы сшила из нее, она эффектная, да. Какие-то пышные юбки. Пышные юбки и очень-очень маленький, типа корсетика вверх. Вот тогда это получится интересно. И тогда она будет выигрывать и она будет смотреться хорошо. Но она хороша тем, что она натуральный хлопок и что она тоненькая. И летом в жару вам будет в ней очень комфортно. Клеточку очень люблю. И много могла бы говорить про клеточку, но нас еще и ждет большая стопочка ткани. Давайте пробежимся по ним. Это что? Это хлопок с эластаном. Это уже никакой не трикотаж. Да, тянется немножко поперек ей с эластан, но она мнется, она тоненькая. Вот четвертая группа ткани, это когда ткани смесовые. Смесовые ткани, это когда у нас есть и натуральные, допустим, волокна, как вот здесь хлопок, и есть добавлена нефть. То есть вот это хлопок с эластаном. С одной стороны она дышит, потому что она хлопковая. С другой стороны она, может быть, мало мнется, потому что добавлен эластан. Здесь чувствуется, что очень мало эластана. Да, они нам пишут 5 всего процентов этого эластана. Поэтому сминаемость не пропала. Видите, вот ткань, она, видно, что она лежала в рулоне, и она вот так выглядит. Но для летнего костюма опять очень-очень приятно. Если вы добавите сюда что-то беленькое, например, в качестве отделки, будет просто потрясающее летнее платье. Легонький беленький воротничок какой-то, какая-то кокеточка, какие-то белые кармашки, допустим, какие-то лампасики белые, что сегодня очень модно, будет бесподобно. Можно брючные костюмы вот такие, комбинезоны можно шить. Опять моя любимая ткань. Почему я это отобрала? Потому что очень люблю два цвета в ткани. Они всегда интереснее, чем многоцветие. Ну и опять вот смотрите, какое добавление к однотонным вот таких, какие, какое красивое идет сочетание. То есть это что? Это тоже у нас, а это полиэстер. Полиэстер, который рядится под натуральные какие-то ткани. Посмотрите, какой хороший сейчас стал полиэстер. Да, это нефть, но она тоненькая, она не мнется. Я не думаю, что в ней будет очень-очень жарко, если делать вот такое вот опять же интересное какое-то, может быть, свободное вот такое платье, да? В стиле, может быть, овала какого-то, в стиле боха, как сейчас говорят, но никогда не делайте, если вы полненькая, пышных юбок внизу, да? Если полненькая, вот из такой ткани, не надо иногда полненькой девочке делать очень маленькие платья. Но сделайте маленький верх какой-то аккуратный, затем расширьте себя и чуть-чуть заустик внизу. И получится у нас вот, например, из такой ткани и облегания не будет, и гусеницы не покажутся, и вам будет в ней комфортно и хорошо. А уж как красиво и говорить нечего, потому что очень-очень приятная ткань. Да, сегодня очень модно вот такие ткани. Тоже это оказывается у нас полиэстер. Ну, посмотрите, какой он чудненький. Как я часто говорю, русские мотивы, да? Вот эта маленькая расцветка, представьте себе маленький лифт, пышные рукава в талию и длинная пышненькая юбочка со сборочками, полусолнце, какая-то трапеция может быть, застежка может быть впереди, как платье-халатик, карманы по боковым швам могут быть, открытое декольте может быть очень сильно, могут быть какие-то с рукавами, может быть без рукавов. То есть сегодня вот эта ткань очень и очень актуальна. Она настолько широка, если вы добавите вот эту ткань, летнее платье из нее сошьете, а к этому летнему платью вы сошьете себе вот такое вот это неопренчик, летнее пальто без подкладки. Посмотрите, как красиво будет выглядеть это все, да? То есть вот это я называю пыльник, то есть вы привыкли многие носить какие-то кофточки, какие-то курточки летом, да, утром прохладно еще. А вы шейте себе каждому платью летнему, ну не каждому, может быть, через одного я погорячилась, да, шейте себе вот такое вот летнее пальто без подклада, как халатик по-русски сказать, но такой же длины. Посмотрите, вы его распахнули, как это красиво будет смотреться, потому что этот цвет присутствует вот здесь, один в один. Если вы положите сюда зелененькое, тоже будет замечательно. Ну-ка попробуем вот эту вот тряпочку положить, но это не совсем, смотрите, тональность немножко не та. И уже чуть-чуть спорят, потому что зелененький здесь есть, но оттеночек у него другой. А вот красный попал идеально. И когда вы дружите с своей тканью, когда вы дополняете какую-то тканью компаньонов, обязательно ищите такую ткань в добавочку, чтобы оттенок повторялся. И тогда будет гармония. Вот, хвалю вот эту ткань. Ну, опять моя любимая клеточка. И опять это полиэстр. Ну, что-то такой полиэстр, который вот у нас смялся. Я думаю, что все-таки это не полиэстр, а здесь у нас вискоза есть. Здесь вот уже вот эта вискоза, она сделана хорошо. Она оторвана по уточной нити, а полосочка она, ага, а вот мы тоже увидели, что тоже немножко не повторяет. Значит, ну это уже легче, потому что ее не поведет и не перекосит. И вот такая вот маленькая клеточка. Что это у нас? Это тоже полиэстр. И тоже замечательная ткань, которая может быть и сама по себе. Она уже, видите, какая она ненавязчивая. То есть она не такая крупная, как вот эти, например, рисунки. И как тот, что мы раньше с вами рассматривали, да? Она очень-очень интересная. И посмотрите, какое прекрасное может быть сочетание, если у вас что-то есть однотонное, и вы добавляете сюда вот такую вот клеточку. Посмотрите, как это хорошо выглядит. И это полиэстер, и это полиэстер. Но для какого-то костюма, какого-то платья, такого рабочего в офис, не домашнего, и элегантно, и строго. И вот эти две ткани, они прекрасно подойдут на полненькую фигурку, потому что вы знаете, что с полной фигуркой у нас всегда бывают проблемы, потому что однотонный цвет убирает объем, потому что вот эта ткань, это у нас представитель современной ткани неопренчика. Ну и что? Я шью себе платье из неопрена. Получается очень достойно. Она очень толстенькая, она никогда не обтянет вас, она никогда не покажет какие-то там особенности нашего тела. Если выбрать правильную форму, а это именно овал, получится очень-очень хорошо. Вот такая вот история у нас идет с этим, с этим цветом. Что у нас еще осталось? Буквально скороговоркой, давайте пробежимся по остальным. Хотела я сделать небольшой мастер-класс, но как всегда увлеклась. Вот это крепы. Еще одна группа моих любимых тканей, это ткани крепового переплетения. Почему они мне очень нравятся? Да потому что они не блестят. Вот посмотрите, из тех тканей, что я вам показала, практически нет блеска. Они все матовые, потому что если фигурка у нас хоть немножко полненькая, блестящие хоть немного ткани, они обязательно будут ее еще больше увеличивать и подчеркивать все наши особенности. Люблю креп. Посмотрите, какой приятный матовый рисунок у него. И вот такой. И все это опять же однотонные ткани. И однотонные ткани нам очень и очень нравятся. То есть, ну что, что они бывают костюмные креповые из полиэстера, все равно они хорошие. Про эту я уже вам говорила ткань. Так, хочу еще сказать, что сегодня очень актуально ткани, которые называются эко-кожей. Вот она эко-кожа. Не надо ее бояться. Шьется она легко. Для сказать, что эко-кожа подходит для полненьких дам, я бы не сказала, потому что присутствует определенный блеск. Она сейчас очень широко представлена во всех расцветках. И светлые, и темненькие расцветки, и какие только нет. Это тренд сегодняшнего сезона. Так же, как и неопрен. Пожалуйста, покупайте вот такие ткани. Брючки себе шейте, жилетки шейте, какие-то курточки себе шейте. Но не очень сильно этим увлекайтесь, потому что, чтобы быть в тренде, одну вещь достаточно. Я больше вот такие ткани люблю, когда они идут как дополнение. Например, купили какой-то трикотаж вы, да, и какие-то карманы вы сделали из вот этих вот, ну, это яркое цвет, допустим, для черного, да. Но если здесь трикотажное полотно какое-то ближе к черному, там, серого цвета, да, какого-то графитового такого цвета, то, пожалуйста. То есть в деталях эко-кожа, кокетки, планстроны, затяжники какие-то, карманы всевозможной формы, воротники, что-то вот такое вот, что еще, лампасы, да, все это будет интересно, и все это будет современно и стильно. То есть вот эти современные материалы в дополнение будет очень-очень хорошо. Ну, и перейдем еще к одной группе тканей. Много очень вот таких вот тканей, да. Сегодня стиль кантри, стиль каких-то барышень, крестьянок, да, тоже очень актуален. И, конечно, нельзя обойти вниманием ткани вот такие вот с вышивкой, их очень-очень много представлено, шитье вот такое у нас. Ну, видите, просвечивает, значит, надо какой-то чехольчик. То есть как это применять? Трудно сказать, как применять, потому что с одной стороны такие ткани призваны, ну, вот здесь есть напыление металлическое, оно дышать, я думаю, не очень-то будет, да. Но если эта ткань у нас без напыления, если у нас такое шитье хлопковое, то оно предполагает жару. А если оно просвечивает, то вам нужен подклад. А если подклад, то уже какая там жара. Поэтому подумать надо много раз, если вы хотите купить вот такую понравившуюся вам ткань. Вот эта группа тканей, давайте вот с этого начнем посмотрим. Посмотрите, это называется бифлекс. Мы с девочками шьем из него купальники. Чистая-чистая нефть, чистая синтетика. Но для купальников ничего лучше быть не может. Пожалуйста, в нашем курсе есть с вами купальники-корсеты. Изучайте эту тему. Вы можете шить и купальники. Кто-то захочет шить себе белье. На здоровье сегодня эта тема актуальна. Но познакомившись с моим методом кроя, вы спокойно можете сделать то и то. Если вот эта расцветка не очень моя любимая, хотя здесь раз, два, три цвета, да, пестрота, кому-то это нравится. Три не пять, лучше, чем пять. Но тем не менее. То вот это мне нравится уже больше. Какая-то геометрия, какая-то завершенность, какая-то графика, какая-то упорядоченность в этом есть, система, да. И вот это уже более спокойная картинка. Если вот это полненьким, я думаю, не очень следует покупать, цветы яркие, крупные, много черного, то здесь черного не очень много. Вообще не улюблю черный цвет в наших платьях. Особенно в светлых. Постираем, все полиняет, да. Вот тоже хорошенький неопрен, прекрасная ткань для ассортимента купальников. Ну и вот очень много у нас есть дети. Дети у нас, маленькие девочки любят танцевать. Мы им шьем что? Из вот этих вот тоже бархатных или вот таких однотонных неопренов. Бальные платья. И огромный ассортимент тканей у нас вот для этих бальных платьев. Вот такой вот бархат. Вот такой вот бархат. Люблю вот этот бархат. Тяжело шить бархат. Не тянущийся. Это как бы на трикотажной основе. Поэтому я вам его представляю. И хвалю его. Посмотрите какой матовый. Ткань тянется немножко. Ну и что, что это не натуральный бархат. Все равно. Вот например даже полненькой даме вот из этого бархата я бы не посоветовала шить блеск. Его очень много. Хотя как положить бархат? Положить его ворсом вверх и он уже не так блестит. Видите, вот это я положила ворсом вот так вот. Вот туда. Ворсом вверх. А вот это я положила наоборот. Ворсом вниз. Когда ворсом вниз мы кладем, он блестит. Когда мы переворачиваем, блеск уходит. Если вы купили себе такую ткань, то старайтесь положить вот так, потому что в движении он будет блестеть и откровенного вот такого не будет. Это что касается бархата. Ну а вот этот бархат мне нравится. Как его ни положить, он и тянется у нас, и все. Можно сделать на полненькую фигурку прекрасные какие-то платья с драпировками. И не будет лишнего объема, и будет выглядеть очень-очень хорошо. Состав эластан 20%. Цвета абсолютно разные. Представлены какие душе угодно. Очень и не слишком дорого. Стоит вот он всего 1400 здесь мне написали. Очень мне нравится вот такая ткань в разряд вечерней одежды на любую фигурку. Бархат сегодня очень актуален. Вот именно такой, которая вот такая вот шелковистая основа. И он тянется, и шить, и вещи будут из него хорошо. И новичкам шить из него легче. Вот. Ну и наконец, про наших маленьких девочек, которых мы тоже хорошо одеваем. Огромный ассортимент вот такой сеточки. Когда платьицы шьются на конкурс, сюда какой-то декоративные пришиваются наверх вот такие вот из блестящей ткани, с поэтками, совсем-совсем. Огромное-огромное количество вот таких вот тканей на сеточке с вышивкой, со стеклярусом, совсем на свете. Ну вот на этом мне хотелось бы закончить сегодняшний наш разговор. Ну что еще хочется? Сеточка представлена в самых огромных количествах. Везде. Смотрите, какое красивое сочетание тоже идет, да? Вот такой ткани, вот такой вот ткани. Это что? Это тоже у нас бархат, тянущийся для костюмчиков каких-то. Ну вот какой сильный блеск в этом положении. И как она красиво у нас лежит в этом положении. Давайте буквально два слова, чтобы прежде чем закончить, расскажу вот про такие ткани. Видите, у них идет напыление. Напыление это еще куда не шло. А если пришиты бусинки, да, здесь, или стеклярус, вы не прошьете шовчик, не убрав эти бусинки и стеклярус. Некоторые вам говорят, мастерицы, вы их должны все выпороть, тут ниточки будут, да? Ниточки все скрепить, выпороть, потом прошить на машинке по гладкому распоротому участку, потом, значит, это все обратно завязать и восстановить. Когда я работала недавно, ну не так давно, со свадебным платьем, и оно было все в бусинках и в стеклярусе, знаете, что я сделала? Я взяла молоточек и из припуска, ничего не распарывая, расколотила вот эти все стеклянные наши украшения. И потом прошила. Мне не надо было каждую бусинку вытягивать, это получилось гораздо быстрее. Ниточки вот эти все сохранились, и у меня получилось очень красиво, очень удобно и без лишних затрат времени. Ну вот, мои дорогие, на этом разрешите сегодняшний разговор про ткани закончить. Задавайте свои вопросы. Я думаю, что мы осветили только какую-то часть, про ткани говорить можно бесконечно, бесконечно, потому что не зная, как подобрать и какую подобрать ткань, на что сделать ориентир, какую ткань выбрать для работы, вам очень трудно бывает порой определиться. Вот, всего доброго, до новых встреч, всегда ваша Галина Коломейко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова